В зале Мозырского райисполкома ответственные за сельское хозяйство из всех регионов области. Сначала теоретическая часть. Важные цифры, выводы, планы. В прошлом году более 77% воловой продукции сельского хозяйства района получено в отрасли животноводства. Прирост по сравнению с 2019-м более чем на 5%. Флагман тут, естественно, совхоз в комбинат «Заря». Здесь в минувшем году было произведено 40% от всей сельхозпродукции района. Например, удой молока на одну корову в год превышал 10 тонн. Это вдвое больше, чем средний республиканский уровень. Цифры по району почти 7 тонн 800 килограммов. Это первый результат в Гомельской области и седьмой в республике. Конечно же, производство молока – это наша основная доходная часть, как и Мозырского района для сельскохозяйственных организаций, так и в целом по области. Поэтому, конечно, это содержание, это кормление скота, это работать на результат, на продуктивность. От теории к практике отправляемся на предприятие Слободское имени Ленина. Здесь работают почти три сотни человек. Средняя зарплата за прошлый год – почти 1100 рублей. На наших глазах ветврач кормит новорожденного теленка молозивом через зонт. Это делается только раз. Процедура малоприятная, но это того стоит. Так иммуноглобулины попадают в организм животного и обеспечивают ему лучший иммунитет. Еще одна манипуляция, которую демонстрируют для участников семинара – выпаивание коров пропиленом. И рассказывают, для чего это нужно. Делается для того, чтобы либо, если мы сухое вещество задаем в корм, для избежания родильных порезов и гинекологических заболеваний, либо, если появляются в стадии уже более заболевшие животные с эндометритами и задержанием последов, мы в течение 5-10 дней внутрь заливаем по литру. Интересно, что малыми вложениями на предприятие смогли обеспечить правильный уход за животными. Все грамотно просчитано. И в результате, даже без учета господдержки, рентабельность в 2020 году в Соботском имени Ленина составила 7%. Рогатая стада превысила 6000 голов. В прошлом году оно увеличилось на 350, в этом добавят еще около 300. Все благодаря ремонту животноводческих помещений. Да и с кормом проблем нет. Кормовая база на своя. Мы обеспечены двухгодовым запасом. У нас постоянно переходящая корма, поэтому какие-то потрясения в плане погоды особо на нас не влияют. Морозная зима проверяла на прочность многие сферы. Сельское хозяйство также по отдельным направлениям было под ударом. На некоторых сельхозпредприятиях Гомельской области в морозы недостаточно заботились о телятах. Причем часто речь шла об элементарном несоблюдении технологии. В Мозырский район приехали по поручению губернатора учиться. Первая наша задача была посмотреть, как работают с молодняком, как ведется сохранность молодняка, соблюдается технология. Значит, напомнить, получить, чтобы это люди наглядно посмотрели, потому что есть немножко проблема. С этими вот давно, уже 5 лет не было такой зимы, значит, немножко морозы приударили, и мы уже почувствовали немного больше проблем с падежом молодняка. На предприятии экспериментальная база «Криничная» к участникам семинара присоединился председатель Гомельского областполкома Геннадий Соловей. Губернатор еще раз напомнил, что Мозырский район эталонный в сельском хозяйстве. К сожалению, такое положение дел далеко не во всех регионах. Животногоство на самом деле является проблемой, потому что нарученные технологии у земледелия, и в итоге мы, конечно, этих кормов качественных не получаем. Мы видим даже сегодня на предприятии, как уделяется внимание украинской заготовки кормов. А это сегодня здоровье животных, в первую очередь. Поэтому и два года назад, буквально в семнадцатом году, в конце, мы показывали, как нужно выращивать молодняк. А проблемы, первое, с сохранностью молодняка, производственной дисциплиной, технологической дисциплиной. И факты, которые у нас есть, это и покрытие. Мы должны, в первую очередь, делить искусственному семью. Поэтому мы далеко не надо куда ездить. Вот пример сегодня Мозырский район. Потому что сюда мы привезли всех наших руководителей и начальников управления. Мнением об увиденном на Мозырщине поделилась новый руководитель Гомель Госплем предприятия Елена Койпаш, которая всего две недели занимает эту должность. У меня сложилось очень хорошее впечатление о том, что действительно есть резерв. И сегодня радует, что привезли в Мозырский район и показали не лучшее хозяйство, а середнячок. И я увидела отработанную технологию. Это очень хорошо. Значит, у Гомеля есть потенциал, есть куда развиваться. Есть люди, которые трудятся на благо области. Увидела сегодня животноводов, преданных дел, красоту, порядок на фермах. Технология очень хорошо соблюдается. И, наверное, это залог того, что молочко будет. Во время семинара и экскурсии говорили и о том, что при определении любых задач нужно думать о человеке. Если работнику дать хорошую зарплату, то и спросить с него можно. У людей появляется мотивация добросовестно трудиться. Кстати, в сельхозорганизациях Мозырского района средняя зарплата в 2020 году почти достигла 1300 рублей. В этом ее планируют повысить до полутора. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели. Мозырский район.